Драгоценные В каноне, где очень продумана расстановка книг, и она несколько отличается от нашей, от синодальной расстановки, там книга Иова стоит сразу после книги притч. Я думаю, что это, конечно же, не случайно. Мы сейчас как раз, когда были в походе, мы каждый день читаем какую-то очередную притчу, потому что притчи хорошо читать с утра, там как раз у нас примерно такое же количество притч, как и дней в месяце. Конечно, я понимаю, там иногда отличается, там в некоторые месяцы 30, некоторые 31 день, да? Но все равно, примерно такое же количество притч, и можно каждый день читать новую притчу. Я думаю, вы обратили, что в книге притч дается много премудрости таких жизненных, или еще можно так их назвать бытовых, что ли. И говорится, что там, например, благотворительная душа будет насыщена. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть каким? Раздражительным, обидчивым. Нет, дружелюбным, да? Очень такие понятные и, конечно же, вот очень логичные вещи, логичные вещи. И мы должны стремиться следовать этому, быть благотворительными, быть дружелюбными. Вот. Но, как я говорил, во время разбора книги Иова, есть разные пласты жизни. И порой мы сталкиваемся с другим пластом, когда кажется, что эти великие, мудрые истины из книги притч не работает. Благотворительная душа вдруг не насыщается. Дружелюбный человек раз оказывается в одиночестве. Сколько мы видим таких примеров, когда злой человек преуспевает, а добрый – нет. И это и в Библии показано, в псалмах говорится, как порой недоумевал псалмопевец, видя преуспевание нечестивых людей и прозябание праведных людей. И именно поэтому, и там есть еще одна книга, книга Иова, когда кажется, что все идет не так. И вдруг в жизни благочестивого человека, богобоязненного человека приходят не просто страдания, а ужасающие трагедии приходят. Как с этим быть? Как это объяснить? Поэтому, слава Богу, что не только книги притч есть в Ветхом Завете, там есть книга Иова, где более глубинный плац жизни показан, а как быть, когда ожидаемое не происходит, или, казалось бы, логичное не приходит к своему ожидаемому концу. Как это понять? Где Бог в этот момент находится? Почему Он это допускает? И об этом мы с вами говорили в разборе книги Иова. И после книги Иова, в каноне еврейском Ветхого Завета, да, стоит книга песен-песней, да, песня-песни. После глубины страданий и боли мы видим глубину любви. И для меня сегодня, я об этом говорил во время нашего прошлого, первого разбора этой книги, это все, это книга песни-песни, это сердце Ветхого Завета. Эта книга, как, наверное, никакая другая книга Ветхого Завета, отображает величайшую истину, которую в свое время озвучил апостол Иоанн, конечно, это Дух Божий через него озвучил, Бог есть любовь. И вся эта книга посвящена взаимоотношениям между Богом и Его народом, Творцом и Творением, нашим Господом Иисусом Христом и Его Церковью, да, Его народом. Я в прошлый раз подчеркнул, что в отличие от такого классического раввинистического толкования, где в этой книге видится два главных персонажа, я в этой книге вижу три главных персонажа. Это сама девушка, возлюбленная Суламита, это ее возлюбленный пастух и третий главный персонаж, это царь Соломон во дворце, которого она оказалась. И мы с вами говорили, что уже читая первые главы, когда картина несколько проясняется, что она была из простой семьи Суламита, и ее семье дали стеречь царский виноградник, но, как она упоминает, своего собственного виноградника, и мы под этим видим сердце наше, она не сберегла. И по мере чтения этой книги от главы к главе открывается сюжет. Я еще раз скажу, что не всегда можно четко понять, какой стих к какому персонажу точно относится, потому что даже в тех переводах Библии, где два главных персонажа, и то есть разночтение, кто что говорит, тем более, когда мы говорим о трех главных персонажах. Но это не имеет большого такого же значения, влияющего на само мое понимание этой книги. Поэтому какие-то расхождения могут быть, но вот суть, тем не менее, в моих глазах остается неизменной. И мы с вами остановились на третьей главе, в прошлый раз мы разобрали две первые главы, и в отличие от книги Иова, где 42 главы, и мы не могли все прочитать, да, мы читали только выборочно какие-то стихи, в песне, песне 8 глав, и мы можем, в принципе, разбирать эту книгу, читая весь текст. И вот третья глава начинается со слов Суламиты. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла». Мы видим, что в это время она уже находится во дворце. Это некий символ жить вдалеке от Бога, во дворце, там, в этой роскоши этого мира, живя вдалеке от своего пастуха. И когда мы живем вдалеке от Бога, то мы не переживаем его благодати в молитвах, не переживаем его благодати в прославлении. Почему? Ну, потому что мало просто посещать церковь. Можно посещать церковь, но не жить духовными вещами. То есть не думать, как Павел говорит, о горнем. Есть огромное количество людей, которые думают только о земном, в том числе христиан. И их молитвы, их толкование Библии сводится все к материальным, к материальным благословениям, к материальным сокровищам, к помощи в этой жизни. Еще раз подчеркиваю, мы верим, что Бог заботится о нашей земной жизни. Но все-таки это далеко не главное в жизни христианина. Если вся наша жизнь концентрируется вокруг материальном, то мы, будучи христианами, просто-напросто остаемся материалистами. Чтобы переживать у Бога, мало ходить в церковь. Мы видим, как много просто-напросто формальных верующих, формальных христиан, которые ходят по воскресеньям в церковь. А всю остальную неделю они живут ценностями этого мира, богатствами этого мира, материальными сокровищами этого мира. И живя вот такой жизнью, плотской жизнью, ты не переживаешь Бога. То есть ты можешь молиться Ему или изображать молитву Ему, повторять молитву Отче наш, поднимать руки, петь эти красивые там слова, которые мы сегодня пели во время прославления. Но слова не имеют силу, если они не стали плотью. Если ты не живешь так реально, то это просто-напросто звуки и все. Но когда слова псалмов проходят через твою жизнь, через твое сердце, вот тогда ты вроде бы поешь те же самые слова, но одновременно это уже что-то большее. Поэтому мы можем стоять все вместе и петь одни и те же псалмы, но из уст одних людей это настоящее словословие и прославление. Из уст других это просто звуки, физические звуки, просто звуковые волны и не больше. И вот чтобы переживать его, необходимо жить так, как мы проповедуем, так, как мы поем Господу. Молитвы из дворца этого мира, они не поднимаются выше потолка, они тщетны, потому что Библия говорит только чисто и сердцем Богу зря. Правда? И вот искала и не нашла. Почему? Да она вдалеке от пустуха, она ушла. Почему? Читаем дальше. Встану же я, пойду по городу, по улицам его, по площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Почему я вот верю, что это не могла быть царица, царица бы так просто по городу не бродила. Нет, это была еще девица, которая просто ходила и не нашла. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видели ли вы того, которого любит душа моя? Видите, она обращается к стражам. Не видели ли вы того, моего возлюбленного, которого моя душа любит? Вы знаете, найти Господа мы можем только лично, не через посредников. Конечно же, когда мы приходим в церковь, когда мы впервые читаем Библию, когда мы еще очень-очень многого не знаем, то пасторы, проповедники, учителя священного писания, это большое, огромное благословение для нас. Они учат каким-то истинным начаткам учения Иисуса Христа. Это огромное благословение. Но в этом благословении кроется и опасность. Это как, вот помните, в Ветхом Завете, чтобы когда после очередного бунта Израиля их стали жалить змеи, то Бог повелел Моисею сделать медного змея, поместить на шестую, и кто посмотрит на медного змея, тот получает исцеление. Это было огромное благословение. Но потом они сделали из этого медного змея своеобразного идола, назвали них уж там, и таким образом то, что для них в свое время было благословением, стало проклятием. Точно так же огромное благословение для церкви, это дары служения пасторы, учителя, апостолы, евангелисты. Огромное благословение апостолы, конечно же. Но когда мы из людей, из пасторов, из евангелистов, особенность это одаренные, харизматичные люди, когда мы из них делаем своеобразных посредников между нами и Господом, то мы находимся в большой проблеме. Потому что мы не можем жить чужими молитвами, мы не можем духовно жить чужими откровениями. И вся эта книга, книга, песни, песни показывает, какой бы ты ни был. Да, мы все разные, у нас разное образование, у нас разный возраст. Но каждый из нас призван к личным взаимоотношениям с Господом. Не только те люди, которые на этой сцене находятся, не только приглашенные пастыри и проповедники, не только служители и лидеры домашних групп. Каждый из нас призван к этим личным отношениям с Господом. А когда мы, вот, может, ты там нам поможешь с Богом общаться, может, ты там нам поможешь с Богом общаться, вдохновить на это могут, направить могут, но общаться за нас с Ним не может никто. И не думайте, что ваша задача просто сидеть и слушать людей, которые пережили общение с Господом. Нет. Наше призвание всех нас, как детей Божьих, лично общаться с нашим возлюбленным, с нашим пастухом, с нашим добрым пастором. Я лишь могу вдохновлять вас на это, что я всеми силами стараюсь сделать. Но какие бы прекрасные, красивые, образные проповеди там по книге Иова, по песне-песне, вы здесь не слушали? Это будут просто звуки, если вы лично не будете в своей жизни. Воплощать. И когда приходишь, Виктор, как же найти мне? Помоги мне найти. Это только ты должен делать. Это личный поиск каждого. И здесь есть прекрасные слова Нового Завета. Стучите, и вам отворят. Ищите, и найдете. Правда же? Бог нам обещает, что мы найдем, если будем искать. И вот, встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того. Видите, опять лично, только лично. Которого любит душа моя. Ухватилась я за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. И точно так же, видите, у каждого из нас есть вот тоска по дому. Я не знаю, как вы, но есть дом в нашем городе, где я, в принципе, жил в детстве. Там меня привезли, туда меня привезли из роддома. Там я рос и прожил до окончания школы там. И я иногда, когда свободное время есть, я заезжаю в свой старый двор, просто постою из своего старого дома. Почему? Да потому что у каждого из нас вот есть такая тяга. Нас тянет, тянет домой. Но какие бы хорошие, у тебя не были бы воспоминания, связанные с твоим домом. Ты все-таки чувствуешь, что это не совсем то, к чему ты стремишься. Вот есть некое ощущение, что этот дом, но не совсем вот тот дом. Потому что у нас есть настоящий дом. Этот дом не на земле. И туда тянется наше сердце. Дом, куда все мы идем. Дом, где нас ждет наш небесный Отец. Куда мы стремимся, да? Наш настоящий, наш истинный дом. Пятый стих. Заклинаю вас, чеви иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Это уже второй раз, когда эта фраза встречается. Не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Я уже на прошлом занятии говорил, что дословно это звучит несколько иначе. Не буди любви, пока не пришло время. То есть не торопи любовь, пока не пришло время. Жди настоящего. Порой мы, я об этом говорил в прошлый раз, да? Порой мы пытаемся придумать себе любовь. У Бориса Бориса Гребенчакова есть такие строки. Как странно то, что... Как там? Затеваю я, да? Подобие любви создать из жажды. То есть у нас у всех есть жажда. Но жди, когда эта жажда воплотится в настоящей любви. Не пытайся из жажды вылепить искусственную любовь. Раньше времени. Ничего хорошего из этого не будет. Если вы еще не замужем или не женаты, не нужно, потому что время пришло, там стараться быстрее жениться, там вроде говорят все соседи, семья наседает, да сколько можно, чего ты ждешь. Нет. Не буди любовь раньше времени. Но точно так же драгоценная эта фраза касается и наших духовных отношений с нашим возлюбленным пастухом, с Иисусом Христом. Потому что на этой земле мы все-таки видим Его, но, как говорит апостол Павел, сквозь тусклое стекло гадательно. Или словами песен-песней, вот он там мелькает сквозь решетку. Вот как мы Его переживаем. Но мы же хотим Его поскорей увидеть лицом к лицу. Правда же? Хотим Его пережить, хотим Его увидеть лицом к лицу. И поэтому, конечно же, церковь часто ждет ожиданием второго пришествия Христа, ожиданием конца света. И вот если мы читаем историю христианства, вся история христианства – это сплошное ожидание. Ожидание. Например, когда было падение Римской империи и нашествие варваров, для многих воспринимали это как конец света. Потому что рушился Римский мир, величайшая империя, все летит в тартарары, конец, наверное, все, конец света, Иисус придет. Римская империя развалилась, а Иисус еще не пришел второй раз. Тогда было в Европе большое ожидание конца света в тысячном году. Они все ожидали, что в тысячном году должен Иисус прийти второй раз. Не пришел. Потом было ожидание большое в 1037 году. Там даже так объясняли, что поскольку конец света в тысячном году не наступил, то нужно тысячу лет считать не от Рождества Христа, а от его смерти. То есть это примерно 1033 год. И тогда должен прийти по Писанию Антихрист и править три с половиной года. Это еще три с половиной года. Это примерно получается 1037 год. И ожидали второго пришествия в 1037 году. Второго пришествия не случилось. Следующее было ожидание в 1492 году. Опять ожидали конца света. И вообще даже вот сама Пасхалия, то есть расписание времени Пасхи, в какой день должна Пасха была быть в этом году. Сама Пасхалия была расписана как раз вот до 1092 года. И в конце была такая приписка сделана. Сие лето на конце явися. Вон же чаем всемирное торжество пришествия твое. Считалось, что это как бы будет 7000 лет от сотворения. К тому же в это время Колумб открыл Америку. То есть такие были какие-то вот движения в мире. Вот. И некоторые люди даже в 1491 году вообще не засеивали поля. Потому что, ну, в 92-м приходит Господь. Чего мы будем тут засеивать поля, лишнюю работу делать? Поэтому интересно, что был большой-большой голод в то время. Потому что очень массово некоторые не засеивали поля. Но в 1492 году Иисус не пришел, да? Потом было очень такое сильное ожидание конца света. В 1666 году было, да? Если мы с вами посмотрим там, ну, всю историю когда-то. То есть каждый век ожидали Господа. Даже вот в нашу новейшую историю. Помните, когда в 90-е годы бегало по бывшему Советскому Союзу. Такие активное белое братство. Помните? Тогда было. Даже помню, как-то в нашу церковь прибегали. Во время одной проповеди, помню, проповедую. И вдруг чувствую, как будто там ветер сзади. Я поворачиваюсь и вижу, как служба порядка оттаскивает какую-то женщину в белых одеяльнях, которая что-то махала руками и кричала. Так вот, белые братья, они тоже ожидали конца света в 1993 году. Конец света. Ну, время прошло. Ничего не исполнилось. Была такая еще популярная религиозная организация Аумсин Рикё. Помните, да, в свое время? Вот. Они объявляли конец света в 1999 году. Тоже все ожидали, да. Ничего не случилось. Ну, конечно, с Аумсин Рикё случилось, но с концом света ничего не случилось. Вот. Наверное, одной из таких последних дат, когда все ожидали конца света, это был 2012 год. Вот, помните, ожидали, даже конференции делали, там, 12, 12, 12 было такое, да. Или еще было такое, что не 12 декабря, а 12 года, да, а 21, потому что в это время заканчивалось летоисчисление по календарю майя. Вот, как бы тут мы и календарь майя зачем-то приплели. Вот, если майя не знали, что потом будет, значит, точно будет конец света. Вот, ожидали мы в декабре все, ожидали, ожидали. Там даже были некоторые, помните, американские проповедники, которые об этом рьяно говорили, рьяно проповедовали. Но, 12 год уже прошел, довольно давно, конца света не наступило. И вы знаете, я к чему это говорю? С одной стороны, конечно же, мы верим в возвращение нашего Господа. Но, с другой стороны, мне очень жаль христиан, которые вот живут этим ожиданием. Быстрее бы, быстрее бы, быстрее бы. Не торопи, любовь, раньше времени. Иисус придет, когда надо. Не живи, вот я вот живу. А вот, особенно любят верующие собраться и побалакать о том, как там будет на небесах. Да, милые, откуда вы знаете? А кем мы будем? А как мы будем? Апостол Павел четко нам ответил. Мы теперь, дети Божьи, но еще не знаем, что будем. Знаем только, что все будет хорошо, все в Божьих руках. И будет все очень чудно и очень славно. Но нет смысла думать о том, как там будет на небе. Потому что там будут действовать не те законы, которые может понять наш земной плотский разум. Поэтому мы просто знаем, что там будет величайшая Божья благодать. Царство Божье, красивые образы в виде золотого города, показаны нам в Священном Писании. Но как это будет? Это не то, что как бы, это тайна, которую нам не надо знать. Это тайна, которую мы понять не сможем. Но мы уверены, что наш Бог сделает все чудно, удивительно и прекрасно. Правда же драгоценная? Чудно, удивительно. Но жить мы должны настоящим. Ты не должен, ой, когда же там я увижу лицом к лицу. Да ты сегодня можешь переживать его благодать. Те христиане, которые только и разговаривают как вот о будущем, о будущем, о будущем, о будущем. Они пропускают вот это удивительное настоящее. Как будто сегодня ничего уже такого особенно нет. И мы только и живем разговорами о будущем. Нет, сегодня, пишет апостол Павел, время благоприятное. Сегодня время спасения. Мы сегодня можем переживать его милость. Мы сегодня можем переживать его удивительную благодать. Поэтому не живи ты этим будущим. Не наше время знать времена и сроки. Пастор, а вот там Смилс, а вот эти цифры, а вот что там вот это означает? Понятия не имею, что это означает. И даже я тебе скажу, мне не очень интересно все эти вот, а вот там как, вот, а вот. Я думаю, что когда время придет, все, что нужно будет, Бог нам откроет и покажет. Проблема будет не в Смилсах и не в цифрах каких-то, а в поклонении Антихристу. Не поклоняйся никому, кроме Господа, и все будет нормально в твоей жизни. Только Господу поклоняйся и Ему одному служи. А слишком большое увлечение эсхатологией, учением о будущем, как правило, приводит к позору. Там то, что ты там просчитал, высчитал, когда все должно случиться, когда все должно прийти. Уже немало было вот смеха над подобными предсказателями и подобными вычислителями. Потому что Иисус четко сказал, это не наше время. Живи так и служи так, как будто Иисус может прийти сегодня в полночь. Потому что он придет неожиданно. Жених пришел. Поэтому наша задача только одна. Чтобы сегодня наши светильники были наполнены маслом. Чтобы сегодня мы были наполнены Духом Святым. А когда он придет? Да какая разница? Ты сегодня наполнен? Или если типа сегодня в полночь он не придет, значит мы можем теперь и без масла Духа Святого быть? Да нет. Живи настоящим. Живи сегодня. Переживай его благодать сегодня. Мы верим в великое будущее для церкви. Но мы не живем этим будущим. Вот мы ждем только когда он придет. Я живу его присутствием сегодня в моей жизни. А не просто так, что когда-то там что-то должно произойти. Дальше шестой стих. Кто это, восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою, эфемиамом, всякими порошками мироларника? Скорее всего, это чейни Иерусалимские говорят. Кто это, восходящий от пустыни? Видите, она идет из пустыни. Бог призывает нас из пустыни. Потому что когда люди выходят из Египта, как символ мира, они не попадают сразу же в обетованную землю Ханаана. Между Египтом и Ханааном есть пустыня. Время испытаний. Время очищений. Время смирений. Время от этой глубины работы Бога у нас внутри. И вот седьмой стих, посвященный описанию Соломона. Вот одр его, Соломона. Шестьдесят сильных вокруг него и сильных израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев в Ливанских. Столбцы его сделал из серебра. Локотники его из золота. Седалища его из пурпуровой ткани. Внутренности его убраны с любовью чирями герусалимскими. И видите, картина начинает проявляться. Я еще раз говорю, царь Соломон никогда в Библии не был показан как прообраз Иисуса Христа. Хотя это был мудрейший человек. Он просил мудрости, и Бог дал ему. Но все-таки Библия говорит четко, что не начало, а конец венчает дело. Конец царя Соломона был печален. Он был развращен. Конец нашего Господа удивительный и славный. Царь Соломон – это один из тех героев, наряду с Самсоном, которым было очень много дано. Но они, к сожалению, растратили и растеряли это. В отличие от возлюбленного пастуха, Соломон никогда не был пастухом. Пастухом был его отец Давид. А Давид очень часто является прообразом Иисуса Христа. И Иисуса часто в Библии называются сын Давидов. Никогда не написано сын Соломонов. Нет. Сын именно Давидов. Давид был младшим в семье, был обычным пастухом. И мы видим, как в его жизни было много болезненных страниц. Однако он был удивительным по сердцу человеком, который всю жизнь искал Господа. Искал воли Божьей. Соломон же, я вижу в этой книге, это больше символ мира. Да, там есть мудрость. Да, там есть богатство. И скорее всего, когда вот семья Суламиты охраняла царский виноградник, там появлялись вельможи. И, наверное, Суламита, когда была очередь, она мечтала увидеть, может быть, каких-то великих людей из дворца. А может быть, даже самого Соломона. И вот она увидела Соломона. И блеск этой славы, вот насильный одр, да. Какой каков кадиллак, какой пурпур из пурпуровой ткани, седалище одно, чего только стоит, да. Вокруг таких людей кругом носятся чели иерусалимские, да. Вокруг таких видных, видных мужчин. То есть, видите, драгоценный мир привлекает нас в внешнем, похищая наши сердца. Периодически перед нами встает выбор, какое для тебя сокровище весомее, духовное или сокровище этого мира. Не всегда, но периодически такой выбор встает. И дьявол часто пытается нас захватить внешними вещами, чтобы ты продолжал ходить в церковь, но жил уже не в духовном. Продолжал ходить в церковь, но жил уже не своим возлюбленным пастуховым, которым в свое время не было ни вида, ни величия, который бы нас привлекал, но в котором было величие небес. Не богатство величия земли, а величие небесного Отца. Дьявол всегда пытается взять реванш, чтобы ты жил мирским, чтобы ты в основном думал о мирском, о мирском сокровище, о мирском молился, об успехах там, богатствах. Опять-таки говорю, мы верим в благословение Божье, но нельзя же жить этими вещами. Неужели мы только для этого сюда пришли, чтобы Бог нам помог достичь то, чего мы и без Бога хотели, но только у нас как бы не получалось. Поэтому я и говорю, что с такой философией мы являемся обычными материалистами. И дьявол пытается нас все время купить, все время нас привлечь, все время нас как бы обольстить вот этими вещами. О, насильный одр какой сделал. О, а сколько телохранителей сильных вокруг него. Вау! И 11 стих говорит. «Пойдите и посмотрите через ионские на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его, в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Здесь не написано «для сердца ее», для сердца его. Видите, Соломону она тоже понравилась. И вот готовилось бракосочетание. Все радовались, кроме Соломиты. Она получила вокруг хоромы, слуг, одр. И не нужно уже было охранять чужой виноградник. Ей уже теперь служили. Она будущая царица. Но любовь не купишь. Внешне может быть роскошно, а внутри-то пусто. Пусто. И сегодня, вы знаете, к сожалению, в этом мире такая философия царствует. Философия, которая идет из телевидения, из интернета. Что все мы должны быть успешными и богатыми. Такое чувство, что все мы должны быть бизнесменами. Все должны делать деньги. Все должны делать прибыль. Но это на самом деле не так. Есть люди, которые призваны к бизнесу. Но далеко не все люди призваны к бизнесу. Далеко не все люди призваны делать деньги, как сегодня это навязывается. Есть педагоги. Есть врачи. Есть священнослужители. Это беда, когда священнослужитель – это просто бизнесмен от религии. Врач – это просто бизнесмен от медицины. Я бы не хотел к такому врачу прийти. Который, видя меня, думал бы только о том, сколько денег он может с меня взять. Вы бы хотели? Педагог, который думает только о деньгах. Священник, который думает только о деньгах. Да не все призваны к тому, чтобы быть бизнесменами. Есть категория людей для этого, но далеко не все. А когда сегодня это пытается всем навязать, такая беда приходит. Такая проблема приходит. Все должны быть там, все эти тренинги. Дьявол пытается нас купить, увлечь. Я помню, когда мы давно-давно, в самом начале 90-х годов были с Дианой в Швеции. И мы проповедовали в церкви на севере Швеции. Вот такого пастора, его до сих пор помню, его звали Стик. Была церковь там, было собрание. Я проповедовал. И проповедь была такая вроде радостная. Все сидели, было так весело. А он был на первом ряду, и чуть ли не во время всей проповеди у него слезы лились. Для меня как-то было очень странно. И потом уже после собрания, когда мы днем вместе обедовали, этот пастор Стик мне сказал, говорит, Виктор. А он очень пожилой был. Виктор говорит, я когда был таким же молодым, как ты, а мне тогда было сколько, 20 с чем-то лет, был такой молодой горячий пастор. Он говорит, когда я был таким молодым, как ты, Бог призвал меня быть пастором. Я чувствовал призвание быть евангелистом, проповедовать. Но я, говорит, не стал. Я стал бизнесменом. Он там организовал такую фирму. Там у него и пожарные какие-то были части. Мы впервые видели, когда с Дианой были такой дом шикарный. Там у него лимузин был длиннющий такой. Вот впервые мы видели вот какую-то. В начале 90-х годов для нас вообще была какая-то диковинка. Вот я, говорит, не стал пастором, я стал бизнесменом. И все было хорошо, и все было успешно. То есть, поймите, то, что у тебя может быть в жизни все успешно, еще не означает, что ты делаешь то, что Бог от тебя ожидает. Он говорит, все было успешно. Но я, говорит, практически всю жизнь прожил несчастным человеком. Я чувствовал, что Бог меня призывает к одному, а я делаю другое. И когда он стал уже пожилым человеком, он говорит, у него была тогда операция на сердце, и он был при смерти. Там открытая операция на сердце была, очень сложная в Швеции. И он говорит, и я, говорит, почувствовал, что вот этот момент, когда моя жизнь либо в одну сторону, либо в другую. Я либо уйду, либо останусь. Он говорит, в этот момент вся моя жизнь словно промелькнула передо мной. Это все он мне рассказал на обеде, нам с Дианой. И я вспомнил тот момент, когда я был молодым человеком, и Бог меня призывал к служению, а я не ответил на это служение. И я тогда, лежа на этом операционном столе, про себя сказал, Господь, если ты сохранишь мне жизнь, я все-таки стану проповедником, стану пастором церкви. Он выжил. И вот мы были у него в церкви, и он был пожилым человеком, и он мне говорит, Виктор, я понимаю, что время ушло, и прошлого не вернуть. Но я пытаюсь сделать хотя бы что-то из того, что в свое время мне поручил Господь. Я сидел, его слушал, вспоминал слова из Нового Завета. Горе человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит. Можно приобрести весь мир, быть успешным, быть преуспевающим, иметь лимузины, кадиллаки и быть глубоко несчастным человеком. Не случайно ведь один из самых большой процентов самоубийств в Америке был удивлен этой статистике. Среди миллионеров, среди людей, у которых, казалось бы, жизнь удалась. Удалась. Да самое главное, что-то было потеряно. Поэтому Священное Писание говорит, ты можешь быть бизнесменом, можешь быть педагогом, можешь быть менеджером, строителем, священником. Самое главное, чтобы ты жил духовным сокровищем прежде всего. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. По сути, вся книга, песнь, песни, для меня это большой вопрос от Господа для каждого читающего. Где твое сердце находится? Где? Где твое сокровище находится? Это книга и вдохновение, это книга одновременно и обличение. Потому что на словах-то мы можем петь Богу красивые песни. А сердце наше может быть в этот момент во дворце Соломона, во дворце этого мира. Дальше. Четвертая глава. Слова, обращенные к Суламите. Такие дифирамбы невесте. Интересно, что вот опять-таки в лирической поэзии Востока девушку описывали именно сверху вниз. Поэтому здесь вот все идет описание с головы, ниже, как это обычно в лирике Востока было, традиционно было. Первый стих четвертой главы. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галацкой. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары гнят и бесплодной нет между ними. Как лента алые губы твои и уста твои любезны, как половинки горнатового яблока. Ланиты твои под кудрями твоими, шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, тысячи щитов висит на ним. Все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, пойду я на гору мировую и на холм Фимиама. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет в тебе». Вы знаете, интересно, что есть некоторые люди, которые говорят, в священном писании все нужно понимать буквально. Вы слышали таких людей? Все только буквально, да? Шесть дней – это шесть дней. Если змея говорила, значит, она говорила, вот прям как все говорят, так она говорила. Здесь такие, так называемые, буквалисты. Вы знаете, вот хороший ответ этим буквалистам, вот как понимать это описание буквально. Там есть рисунок, да? Можно? Я как-то помню, давно наткнулся на рисунок, где была нарисована Суламита четко по описанию четвертой головы песни-песней, да? И овцы висят, и башня со счетами, там шея в виде башни, там, видите, забираются и с языка мед капает. Ну, прям, скажем, красавица еще так себе, правильно, да? Ну, большинство бы, наверное, не выбрали ее. Я к чему говорю? Ну, потому что в Библии немало есть образов, и немало есть иносказаний. И люди, настоящие на то, что все, в Библии надо понимать буквально, лукавят, лукавят эти люди. Поэтому я не думаю, что Суламита выглядела так, как буквально тут описаны. Это все-таки образный язык, образный. И воспринимать многое в Библии нужно образно, тут ничего не поделаешь. И вот смотрите, восьмой стих, восьмой. Со мной, с Ливана, невеста, со мной иди, с Ливана, спеши, с вершины Амана, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых. Видите? Для пастуха она так и не стала женой. И насколько велика его любовь, он призывает ее идти, да, от каких-то логовищ львиных, где она оказалась. Мы знаем, что дьявол ходит, как рыкающий лев, да? И так здорово, что наш Господь, он не разочаровывается в нас. Даже когда мы делаем ошибки, даже когда мы идем не туда, когда мы увлекаемся не тем, он в нас не разочаровывается, он продолжает нас ожидать, продолжает нас звать, призывать нас. Пленила ты сердце мое, девятый стих, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста, как много ласки твоей, лучше вина, и благовония мастей твоих, лучше всех ароматов. Не упивайтесь вином, пишет апостол Павел, в Новом Завете, но исполняйтесь Духом Святым. Есть что-то намного лучше вина, намного больше вина, когда мы исполняемся Духом Святым, Духом Радости, Духом Благодати. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим, мед и молоко, символ обетованной земли, символ ханаана, то есть туда, куда стремится душа каждого из нас. Сколько бы ты ни заработал, кем бы ты ни стал, какие бы земные успехи у тебя не были, то каждый из нас внутри стремится вот в эту землю, землю, где течет мед и молоко. И благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. К сожалению, то, что в 12 стихе описано, происходит в нашей жизни. Запертый сад, то есть закрытое сердце. Очень часто именно такими мы бываем для Бога. Вот мы приходим сюда, да, внешне сидим, внешне что-то поем, внешне слушаем, а сердцем далеко отсюда. Сердцем мы не здесь. Как запечатанный источник. 13 стих. Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и кориц, видите, восточные всякие специи, благоухающие, со всякими благовонными деревами, мира, алой, со всякими лучшими ароматами. Если вы были когда-то на Востоке, тем более в Израиле, вот сам запах на базаре восточном, да, где приходишь, и всякие специи, ароматы, вот все, что описано в этой книге. Садовый источник колодец живых вод и потоки с Ливана. И тут мы сразу вспоминаем притчи, где говорится, пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Это так важно. Мы живем в этом мире, но мы не от этого мира. Не этому миру принадлежит наше сердце. Сердце только Господу. Мы здесь странники и пришельцы. Мы здесь временно. Нас ждет дом. И там должно быть наше сердце. Там наши воды, воды нашей жизни, воды нашего сердца должны удовлетворять только Господу. Богу Богову, да? Кесарю Кесарева. Да, мы платим налоги, мы работаем, но сердце Божье только для Господа. И вот шестнадцатый стих. Поднимись ветер с севера и принесись с юга. Повеи на сад мой и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Нам так вот всем нужен этот ветер Духа Святого. Без этого, когда вот ветер дует на сад, то ароматы сада начинают распространяться. Мы должны стремиться вот к этому исполнению Духом Святым, без которого невозможно близкие отношения с нашим Господом. Его ветер, этот ветер срывает всякую мишуру, все фальшивое, все ненужное, все высохшее из нашей жизни. Он оживляет наши отношения с небесами. Пускай этот ветер придет, пускай он повеет на наш сад, чтобы наш сад начал расцветать, чтобы благоухание нашего сердца, чтобы благоухание церкви начало распространяться по всему городу. Ведь потому, что драгоценные люди, вот мы живем в этом городе, много разных людей, но то, в чем нуждается сердце каждого, в единении с Богом. Поэтому я абсолютно убежден, то, что происходит здесь, это одно из самых важных вещей, которые происходят на этой земле. Служение Богу, проповедь Слова Божьего, это самое важное из всего, что совершается под солнцем, совершается в этом городе. И вот мы переходим к пятой главе. И вот пастух, возлюбленный, начинает свои слова. Ну, как начинает? Мы же понимаем, что разделение на главу, на стихи, оно было сделано намного-много позже. В принципе, вот это разделение, как у нас сейчас, ведь разделений было много, там делили на разное количество глав и стихов, но то, что у нас сегодня, это в принципе этому делению 800 где-то лет. Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал мира моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Видите, опять молоко, мед, символ обетованной земли, обетованная земля, это там, где Бог со своим народом, единение Господа и его невесты, его церкви. И мы должны прийти в эту землю близких отношений с Богом. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. И вот второй стих Сон Суламиты начинается такими словами «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вы знаете, очень интересно, во сне отключается наше рациональное мышление и открывается что-то особенное. Поэтому не случайно многие вопросы, над которыми люди бились, вдруг во сне они получают ответ. Да, ну, пример знаменитая таблица Менделеева, да, которую ученый увидел во сне. Не случайно Библия говорит, что Бог нас сновидениями вразумляет. Очень часто Бог может нам что-то показывать, говорить через сны. И вот это вот как раз один из таких говорящих снов, о котором рассказывает Суламита. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». И вот описание сна. Вот голос моего возлюбленного, который стучится, «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Даже если ты остыл, даже если ты находишься во дворце этого мира, Иисус продолжает стучаться в твои двери. Я всегда вспоминаю это место из последней книги Библии, «Откровение Иоанна Богослова», где, обращаясь к церкви, Иисус говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, пойду к нему и буду вечерять с ним, и он, и он со мной». Часто этот стих используется на евангелизациях, «Отвори там сердце для Иисуса». Хотя, если мы с вами читаем контекст, это не слова, адресованные к неверующим людям. Это слова, адресованные к церкви, к верующим. Часто можно жить, будучи верующим. Так что Христос наружи, и он продолжает стучаться, «Встань, возлюбленная моя, выйди, да? Отвори, голубица моя, чистая моя». Что же она ему отвечает? «Я скинула хитон мой», третий стих, «Как же мне опять-то не надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Вот Бог призывает нас к молитве, поклонению, а нам часто некогда. Мы так заняты, у нас важные дела. Вообще, очень часто Христос приходит не кстати, вы заметили? Вот приходит как бы нам вот не до него, вот чуть-чуть попозже. Либо спать пора, рано встаешь, либо еще что-то. Так вот, драгоценные, любовь чужда таких отговорок. Будь готов к общению именно тогда, когда Он призывает тебя. Четвертый стих. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпелить возлюбленному моему, из рук моих капало мира, из перстов моих мира, капало на ручку замка». Видите, иногда трепет от сердца внутри, от его прикосновения, в эти бы минуты открыть сердце, отозваться на его голос. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Дословно написано «А возлюбленного моего уже не было». Не случайно одна из знаменитых притч Христа о мудрых и неразумных девах. Помните, да? Мудрые ожидали, отзывались на его голос, а глупые девы вот побежал, а уже поздно, двери закрыты, Бог призывает, а мы медлен, а потом отзываемся уже поздно. Я до сих пор помню один случай в своей христианской жизни, когда я помню, как-то молился перед сном и говорил «Господь, если ты разбудишь меня посреди ночи, я почувствую, что это твой призыв, я встану, буду молиться тебе». И с этими словами лег спать. И я вам правду говорю, в середине ночи вдруг просыпаюсь. Просыпаюсь, но я так сильно хотел спать. Такой думал, наверное, случайно проснулся, что-то такое, повернулся на другой бок и заснул. Утром проснулся, думаю, как так, я просил Бога разбудить, Он меня разбудил, а я снова уснул. Так сильно был устал, и вот это настоящая реальная история. На следующий вечер я говорю, Господь, пожалуйста, разбуди меня, я точно не засну. Но уже такого не было. вот так вот мы часто тоже, знаете, вот с Богом играем как-то в кошки-мышки. Что-то обещаем, потом не исполняем, а потом вроде бы мы уже и готовы, а возлюбленного уже нету. Души во мне не стало, продолжение 6 стиха, когда Он говорил, я искала Его и не находила Его, звала Его, и Он не отзывался мне. Бог призывает нас, когда Бог тебя призывает, отзывайся, все оставь. Не будь вот этой неразумной девой, которая приходит, а уже поздно. Вроде готова, но уже возлюбленный ушел. Не будь такой неразумной девой. Но некоторые христиан все в будущем. Вот сейчас вот мне сложно, сейчас вот у меня идут дела, я, конечно, чувствую призыв к служению, но время сложное, трудно, надо это сделать, это, а вот потом, Господи, вот выйду на пенсию, время будет много, и наобщаюсь с тобой. И мы оставляем все наконец, да? Когда-то потом, когда-то, когда-то потом, вот. Я помню, в начале моей христианской жизни на меня сильно подействовала книга «Семь дней». Это рассказ о том, как одному человеку было открыто, что ему осталось жить семь дней. И как он хорошо продумал каждый из этих семи дней. Когда читаешь эту книгу, понимаешь, да, семь дней мы не хотим напрасно прожить, если нам бы всего осталось семь дней. А семь лет, пожалуйста, а тем более семьдесят. Семьдесят лет вот так вот прожить впустую не жалко, а семь дней жалко. Так вот, драгоценно, если мы с вами представим, ведь у каждого из нас, сидящих здесь, есть какое-то количество дней, которое нас разделяет с моментом покидания этой земли. Количество дней разное, но оно есть у каждого. и как важно драгоценные нам их полноценно прожить. Вся эта книга показывает, что никакие твои успехи, никакие твои достижения, все забудется. Ничто это не делает в нашу жизнь ценный. Ценно это именно поиск Творца. И кем бы ты ни был, как я говорю, мы все разные, у нас разное образование, у нас разная сфера деятельности, но у каждого внутри есть тоска по дому, настоящему дому. И каждый из нас призван, живя на этой земле, жить горнем, а не земным. Об этом вся эта книга, не продаваться на сокровище, на сокровище Соломона. Седьмой стих, продолжение сна. Встретили меня стражи, обходящие город. Мы уже читали раньше, да, про стражи, которые у которых она спрашивала, не видели ли они возлюбленного. Во сне стражи немножко отличаются, тут как-то все драматичней. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Видите, еще раз доказывать, что Соломета так и не была царицей. Сколько в жизни у нас возникает проблем, сколько побоев, сколько ран, из-за того, что мы не слушаем голос Божий. Заклинаю вас, черри Иерусалимские, 8 стих. Если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Идите, приходит к ней прозрение постепенно, но приходит, что духовное сокровище дороже всего. Главное не то, что наполняет твой дом, твою квартиру, главное то, что наполняет твое сердце, твой виноградник. 9 стих. Чей Иерусалимский отвечает ей? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин, чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Вот вопрос, а чем вот, что вы нашли в этом Иисусе? Есть много религий, есть много богов, есть Кришны, Будды, разных богов множество. По-моему, в одной только и в Индии там чуть ли не тысячи, тысячи, тысячи богов всевозможных. Что вы нашли в этом Христе? Чем он такой? особенный. И тут мы сталкиваемся с тем, что вот нет рационального объяснения для любви. Чем? Чем он лучше? Соломит отвечает так. Возлюбленный мой белый румян, лучше десяти тысяч других. Чем лучше? Да не знаю, но он единственный. Разумом это не объяснить. Я чем больше служу, тем больше понимаю, как велик Христос, как велик Иисус, как он прекрасен. И именно любовь к Иисусу помогала мне проходить через трудные времена, через тяжелые времена, через трагические времена моей жизни. Только одно, когда не оставалось ничего, когда во всем начинаешь сомневаться, когда многие учения, которые там, я думал, рушатся, оставалось только одно, любовь к Иисусу. Любовь к Иисусу. Вот это тот фундамент, на котором мы стоим, не наши какие-то доктрины, не наши там основы учения всяких там, именно взаимоотношения. Без взаимоотношений все эти основы учения ничего не стоят. Все наше, вся наша вера основана вот на этой любви, на наших взаимоотношениях с нашим Господом. Почему я и говорю, что песни песни это сердце всего Ветхого Завета, отношения Творца и его творения. Голова его, одиннадцатый стих, чистое золото, кудри его, волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, и опять такое лирическое описание Востока, сверху вниз идет, да, с головы туда вниз до ног. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его, лилии, источающие текучую миру, руки его, золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенные сапфирами, голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен Ливану, величествен как кедры, устаивал сладость и весь он любезность, вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские. Видите, и она описывает разными комплиментами, это и есть словословие, это и есть хвала, там, находясь в этом царском дворце, среди этих роскоши Одер, Соломона, шестьдесят сильных, тут охрана находится и прочее, прочее. Она вдруг понимает, что все это ничто в сравнении с ее возлюбленным, с этим простым пастухом, который призывает ее выйти из дворца этого мира, встань, прекрасная моя, возлюбленная моя, выйди. И она начинает словословить его. И это не просто такие дежурные слова или какие-то выученные комплименты, это что-то идет из глубины ее. Поэтому очень часто драгоценные, когда мы переживаем в нашей христианской жизни трудные драматические моменты, мы постепенно начинаем осознавать, не просто вот тут, а вот здесь. Поэтому я и говорю, самый тяжелый путь, это путь вот отсюда, вот сюда. И может быть вначале, конечно, мы как-то умственно верим в Господа, но постепенно это должно спускаться в наше сердце. Когда ты внутри себя осознаешь, ничто не сравнится с Ним, ничто не стоит отношений и общений с Ним, потому что Он Царь Царей, Господь Господствующих. И Ему мы поем песнь песней, чтобы не погрязнуть в суете свет. И каждый верующий да скажет Аминь. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. И я хочу, чтобы каждый вникал в себя и в учения. Мы вникались сегодня в учения, книги, песни, песни. но не просто думай об отношениях Суламид и ее возлюбленного пастуха, думай о своих отношениях с Господом, потому что эта книга для каждого из нас письмо с небес. Какие у тебя отношения с Ним? У твоего сердца? не похищено ли твое сердце богатствами этого мира? Не отвлечен ли ты всевозможной философии этого мира от простых, но важнейших вещей отношения с Богом? Любовь это ведь так просто, но нет ничего сильнее любви, нет ничего больше любви, нет ничего выше любви, Бог есть любовь, отношения с Богом это не контракт, не договор, это не партнерство, мне не нравятся эти сравнения, потому что суть отношений с Богом только любовь, мы не партнеры Бога, мы возлюбленные, надо отношения и любовь, ни на что меньше Господь не согласится, весь наш Новый Завет построен только на любви, на любви, убери любовь, все рушится, убери любовь, убери личные отношения, все это здание нашей веры превращается в религиозную систему, и очень часто церковь вырождалась в религиозную систему, когда было все, но не было любви, и эта религиозная система становилась страшной, разрушительной, потому что если нет любви, все бессмысленно, вера без любви, пророчество без любви, если ты можешь горы переставлять, говорить языками удивительными, без любви это все Павел говорит, ничто не имеет никакой ценности для Бога, а если есть любовь, то есть все, есть все, мы пришли сюда, потому что что-то притянуло нас, когда я читал впервые Евангелие о смерти нашего Господа Иисуса Христа, я понял, я должен либо дальше жить так, как будто это никогда не читал, либо моя жизнь должна быть посвящена тому, кто умер за меня и воскрес, я принял решение следовать за тем, кто умер за меня и воскрес, только потому, что я полюбил его, любовь, многое меняется, мышление, понимание меняется, какие-то учения меняется, даже взгляды наши меняются, а любовь должна быть неизменной, и в послании к Ефесской церкви Бог говорит, ты оставил первую любовь, и все остальное автоматически теряет ценность в Божьих глазах, без любви все теряет ценность, все это книга это простой призыв к личным, настоящим, любовным отношениям к Господу. Всемогущий Бог, я благодарю Тебя за эту книгу, я прошу, касайся сердец моих братьев и сестер, касайся их сердец, стучи в их сердца, призывай их, Господи, по имени Иисуса. Если кто-то оставил первую любовь, ту любовь, которая привлекла его в церковь, я молю, чтобы он вернулся к этой любви. Без любви все ничто, без любви все не нужно, без любви все тлен, потому что пророчества прекратятся, языки умолкнут, только любовь пребывает вовек. Спасибо тебе за веру, спасибо тебе за надежду, но любовь все-таки больше. Я молю, мой Бог, чтобы мы были наполнены Твоей любовью, переполнены, преисполнены Твоей любовью. И не давали этому миру увлечь нас красотой дворцов, блеском тленного золота, я молю, чтобы мы искали, искали Тебя всем сердцем, всей душой, стучали. спасибо тебе за служителей, за пасторов, за проповедников, евангелистов, апостолов, пророков, но ты желаешь иметь личное отношение с каждым из нас без всяких посредников. Нам, Иисус, не нужны посредники, только ты и мы. Да, Иисус, я верю. ты желаешь, чтобы каждый из нас мог переживать тебя, так как еще никогда не переживал, иметь общение с тобой, так как еще никогда не имел. Коснись, Дух Святой, коснись, наполни во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я молю, чтобы мы не были просто религиозными людьми, живущими по каким-то формулам, но мы были людьми, у которых живое общение, настоящее взаимоотношение с пастухом, добрым пастухом, пленившим наше сердце и знамя его надо мной любовь. Аллилуйя. Хвала тебе, Иисус, честь тебе. Хвала тебе, честь и слава. Хвала тебе, честь и слава. Хвала тебе, честь и слава. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Хвала тебе, честь и слава, Иисус. Аллилуйя. Коснись каждое сердце. Особенно тех, кто в последнее время осуетился, что-то потерял. Из этого внутри пусто. Из этого нет радости. любовь дает радость. Настоящую радость. Любовь дает смысл. Смысл вечный. Любовь дает цель. Цель, которая актуальна всегда. Все сходится в любви. Спасибо тебе, Боже, за это письмо любви к нам, к Суламите, к церкви, к твоей невесте, к твоему народу. Каждому из нас спасибо тебе, Господь, за то, что ты такой терпеливый с нами. Спасибо тебе за то, что ты такой милостивый, ты прощающий. Несмотря на все наши ошибки и несовершенства, ты продолжаешь стучаться, чтобы войти и вечерять ужинать с нами, быть в единстве, в общении, в живых взаимоотношениях. Слава тебе, честь и хвала! Аллилуйя! Слава тебе, честь и хвала! Слава тебе, честь и хвала! Аллилуйя! Возьми руку ближнего! Господь, благослови нас, потому что любовь к тебе связана с любовью к нашим ближним. Я молю, мой Бог, учи нас отображать эту вечную любовь в наших взаимоотношениях, быть так же терпеливыми друг с другом, прощающими, милостивыми друг с другом. Благослови, Господи, чтобы наши взаимоотношения друг с другом отражали твою любовь. Мы несовершенны. Мы порой говорим друг другу то, что нам бывает стыдно, мы порой ведем себя так, как нам порой бывает неудобно потом. Но так велика твоя милость, твоя любовь. Ты прощаешь нас, ты восстанавливаешь. Восстанавливай отношения, чтобы мы могли любить этой вечной божественной любовью друг друга, прощать, миловать, не сплетничать друг про друга, не говорить за спиной гадости друг про друга, не делать зло друг другу, не мстить друг другу, не обижаться друг на друга, а любить твоею любовью. Потому что все это ничто в сравнении с любовью твоей. Я молю Бог, делай нас добрыми в отношениях друг к другу. Исцеляй наши сердца, семьи, отношения между супругами, отношения между отцами и детьми. исцеляй отношения между друзьями, между соработниками в разных служениях. Исцеляй. Нет ни одной беды, ни одной боли, ни одной обиды, которая бы не могла исцелить твоя любовь. Нет ничего, что было бы не по силам для твоей любви и для такого человека, который живет твоей любовью и действует твоей любовью. Благослови Господь, чтобы между нами в церкви были настоящие отношения, крепкие, цельные, живые. Да, мы не идеальны, мы бывают раним друг друга, но слава Богу, у нас есть ты, и мы можем получать мир, прощение и восстановление. У нас есть ты, и нет ничего, что невозможно было бы исцелить с помощью твоей любви. У нас есть ты, Господи, наш жених, наш добрый пастух, наш возлюбленный. Слава тебе, Иисус, честь и хвала. Слава тебе, честь и хвала. Господь Иисус во веки веков. И каждый верующий доскажет Аминь. и хвала. Субтитры сделал DimaTorzok